Здравствуйте дорогие друзья! 14 мая 24 года состоялась конференция Google I.O. для разработчиков. В этом кратком но информативном ролике я расскажу все основные моменты с презентации, которая шла 2 часа. Устраивайтесь поудобнее. Google инвестирует в искусственный интеллект уже более 10 лет и все равно компания еще в самом начале. Объявлена Эра Джиминай. Более полутора миллионов разработчиков используют нейросеть Google. Она доступна на iOS и Android и в расширенном поиске Google Advanced. Google Фото существует уже более 9 лет, а люди загружают свыше 6 миллиардов фото в день. Благодаря Джиминай существенно улучшился поиск по фото. Нейросеть выходит за рамки обычного поиска и отлично понимает контекст. А в будущем в приложении Google Фотос будет еще больше возможностей. Джиминай 1.5 предлагает использовать более 1 миллиона токенов. А это значит, что нейросеть может поглотить тонну контента, с которым вы можете взаимодействовать. А теперь Google представляет улучшенную версию Джиминай 1.5 Pro. 1 миллион токенов теперь доступен в программе AI Advanced на 35 языках, а для разработчиков будет доступно 2 миллиона токенов. В почте Gmail можно попросить обобщить все последние электронные письма в школе, получив краткое изложение, которое включает даже анализ загруженных файлов. А анализ часовой зум-конференции Джиминай делает по щелчку пальцев. Джиминай 1.5 Pro может создавать персонажей на основе загруженных материалов. Они будут общаться сами с собой голосом, а к аудиобеседе можно даже присоединиться и обсуждать с нейронкой какие-либо вопросы. Такая программа получается и персонализированной, и наглядной. Джиминай может помочь с возвратом покупок или кучей дел, которые возникают при переезде. Модель Alpha Fold 3 ускорит биологические и медицинские исследования для борьбы с болезнями и разработки лекарств. Еще одна новинка – модель Джиминай 1.5 Flash. Более простая, чем Pro, легкая и ненагруженная, с одним миллионом токенов в базе, но зарегистрированным разработчикам дадут два. Google разрабатывает агенты, которые отлично взаимодействуют с видео и аудио с минимальной задержкой. Разработанная на основе таких агентов приложение может сканировать окружение в реальном времени, а вы задавать вопросы и получать ответы голосом. Причем модель запоминает то, что уже видела, и может ответить на вопрос в контексте того, что уже происходило. Например, подойдя к доске, можно быстро решить задачу. Такая технология проекта Astra будет интегрирована позже, в этом году, в другие продукты Google, а сейчас можно воспользоваться демкой. Представлена Imagine 3, новая модель создания изображений, более точно понимая текстовые запросы. Алгоритм работает креативно и детализированно, а также реже ошибается и создает меньше отвлекающих артефактов. Разработчикам и компаниям можно зарегистрироваться и воспользоваться уже сегодня. Music AI Sandbox, созданный вместе с YouTube при поддержке музыкантов, поможет в создании композиций, полноценных инструментальных партий и сэмплов с нуля. VIO создает высококачественные ролики из текста, графики и видеоподсказок в Full HD разрешении с длиной от 6 до 60 секунд. Помогает создавать видеоэффекты, раскадровки и удлинять ролики. Google не только разрабатывает программное обеспечение, но и предлагает облачную инфраструктуру для вычислений. Компания представила шестое поколение тензорных процессоров TPU Trillium с лучшей в отрасли производительностью и энергоэффективностью. Новые чипы NVIDIA Blackwell доступны для потребителей в начале 2025 года. В центре обработки данных Google используется жидкостное охлаждение. Расширенный поиск AI Overview будет помогать в самых сложных вопросах сегодняшнего дня жителям США, а позже в этом году и в других странах. Больше не надо будет вручную по крупицам собирать информацию. Один поиск будет предоставлять куда большее количество данных. Поиск отлично завязан на карты с местами и на карточке предприятий. Например, без проблем можно создать план треудневного питания для каждого ребенка, а потом получить все рецепты и список покупок с магазинами рядом в два клика. Ответы поисковика будут выводиться целыми страницами с генерированным искусственным интеллектом. И работает эта технология с большим количеством категорий данных. Скоро вопросы можно будет задавать даже при помощи видео, прямо в строке поиска Google. Например, девочка не разобралась с виниловым проигрывателем, отсняла видео и задала голосом вопрос. Ответ выдается мгновенно. За все это отвечают модели текста, фото и речи, а видео распознается покадрово. На этой неделе через лабораторию уже можно протестировать новые функции. Gemini тесно интегрирован и в пакет фирменных приложений Workspace. В приложении Meet Gemini уже работает с 68 языками. В Gmail благодаря Gemini 1.5 Pro можно будет суммаризировать всю важную информацию из тематических цепочек писем, а затем получать быстрые ответы на любые уточняющие вопросы. Такие возможности начнут распространяться среди пользователей лэпс в этом месяце. А еще сервисы Google тесно взаимосвязаны друг с другом, а некоторые рутинные действия могут быть автоматизированы. Боковая панель поможет организовать информацию в почте. Например, создать таблицу на основе писем с чеками по посещениям отелей, с датами, потраченными средствами и т.д. AI TeamMate – виртуальный товарищ по команде. Он может просматривать все групповые чаты и выдавать ответы. А добавив ассистент в чат, можно, например, обобщать информацию или создавать план действий на основе того, что уже реализовано. Gemini будет вашим виртуальным ассистентом прямо в телефоне. С ним можно будет взаимодействовать текстом, голосом или камерой. Помощника теперь можно перебивать. Новая функция GEMS позволяет персонализировать помощника. Например, вы можете его превратить в тренера или писателя. А уже в контексте заданных инструкций он будет эффективнее с вами взаимодействовать. Например, при планировании путешествий Gemini может учитывать пожелания, предпочтения и дела каждого члена семьи. А в итоге вы получите детализированный план отпуска с адресами, маршрутами, ресторанами, гибким настраиваемым графиком. А пробовать новые функции можно будет уже летом. Gemini очень мощная модель. Вы в нее можете загрузить PDF-файл на 1500 страниц, часовой видео или диссертацию с источниками и заметками, а потом нейросеть даст вам советы и ответы на интересующие вопросы. Позже в этом году Google увеличит длину контекстного окна с 1 до 2 миллионов токенов. В основу Android Google теперь ставит искусственный интеллект. Поиск будет на базе ИИ. Gemini будет твоим виртуальным помощником. ИИ будет частично работать непосредственно на устройстве с сохранением конфиденциальности. Функция Circle to Search будет помогать искать информацию в любом месте операционки и помогать решать задачи. Уже работает на 100 миллионов устройств, а до конца года будет работать на 200 миллионов устройств. А еще Gemini в Android будет работать в контексте. То есть если вы открыли PDF и задали вопрос Gemini, то она будет искать ответ в документе. Программа располагается в виде отдельного окна, над приложениями. А еще Android защитит вас от мошенников. Причем не только от скам в SMS, но и анализируя аудио звонки, и прямо во время разговора смартфон предупредит об опасности. А обработка звука будет выполняться непосредственно на устройстве, то есть конфиденциально. Уже сегодня выйдет вторая бета Android 15. Обзор операционки уже есть на канале. Модель Gemini 1.5 Pro или Flash уже доступна более чем в 200 странах. Разработчики получат новое API. Один миллион токенов Pro версии обойдется в 7 баксов, а в Flash версии 0.35 долларов. Анонсировали Pali Gemma. Новую модель для создания субтитров и маркировки изображений. А вторая Gemma появится позже в июне. Она будет учитывать более 27 миллиардов параметров. Google заботится и о безопасности, и защищает модели от неправильного использования. Выявляются слабые места. Изображение и голос помечаются специальными водяными знаками. Системой SynthID, чтобы идентифицировать контент, генерируемый искусственным интеллектом. Модель LearnLM выступает экспертом по любой теме. Ответит на вопрос. Позволит подготовиться к олимпиаде по биологии. Сделает обучающее видео в YouTube более интерактивным. А генеральный директору Google попросил Gemma подсчитать, сколько раз было сказано слово AI. 120. А, уже 121. Предлагаю перепроверить. Так как смартфон Pixel 8a после многократных сливов был представлен недели ранее, а уже известно, что Pixel Tablet без подставки будет стоить на 100 долларов дешевле, новое железо на Google Ion не представили. Как вам презентация? Пишите в комментариях. С вами был Охрипший, извините, Вадим Ищенко с YouTube канала ProTech. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео из Миротехники и Технологий. Пока-пока.